Дорогие друзья, всем привет! Перед вами Харатин Фобиден Вест и мы продолжаем прохождение сюжетной кампании. Ну что же, мы находимся в каменном Эхо, местное поселение племени Утару. Вот где-то вот здесь. В прошлой части мы спаслись из комплекса старой эпохи и на нас какие-то чудики напали, такие размазнявые, с какими-то супер оружием и всяческими уловками. Ну ладно, наша задача во-первых взять новое задание, это раз отправиться вот сюда, посмотреть что здесь за руины. Все-таки мы там были, но как-то не смогли пройти ввиду того, что стенка непреодолимая перед нами была. Так, и кто ж ты такая? Теперь чужеземка. Чего тебе надо? Я чем-то не угодила? Ты не из наших краев. И уже вторая чужачка за сегодня. Чем быстрее вы уйдете, тем лучше нашей земле. Гнилому зерну тут не место. А я думала, помощь вашему духу земли поможет добиться вашего расположения. Рэ все равно умрет, как и все мы. Еще чужаки тут шастают и отбирают все, что у нас осталось. Взять хоть ту охотницу Карха. Ходила тут разодетая, как птаха, а за ней бегала девчонка Утару, как рабыня. Звала девчонку Дроздом. Слово-то какое. Небось, Карха так ругаются. Стоп. Охотница Карха с Дроздом из Утару? Я себе, что ли, рассказываю? Да! Видела их сегодня. Бежали на юго-запад. Небось, там и померли. Там нельзя калюнику собирать. Машин много слишком. Бедная девчонка Утару. Несчастная. Да прорастут ее семена. Знаешь, кажется, ты помогла мне найти старую подругу. Спасибо. Оставь спасибо себе. Я обойдусь. Охотница Карха? Возможно, мы знакомы. Да, и это очень интересно, ведь это отсылка тогда в первой части Харайсен Зерудон. Угу. Нужно найти ее где-то в безлюдных... Вот, слушайте, прямо-таки нас сюда ведут. Я думаю, тогда сюда и пойдем. Заодно и, может быть, квест затмения выполним. Ну, летень на западе, как тут написано. Тут я смотрю, котел есть неизвестный. Наверное, поможет нам... Эээ... Юго-запад. Ночном поиске там. Поможет нам... Что же она делает так далеко от коконами? Не пропади в диких краях, охотница. Там опасно. О, привет! Так, нужно вот туда. Эээ... Как бы туда, конечно же, все это дело миновать еще. Ладно, попремьте через скалы. Надеюсь, куршунов здесь не будет. Ну, потому что я их терпеть не могу. Они прямо очень такие вот приставучие, да еще и убивают с двух-трех тычек. Угу. Давайте вот сюда. Здесь, скорее всего, мягкая посадочка будет. Опачки, там еще какие-то... Бомбы. Ну, нахер. О, например, баран, офигеть. Не механически. Первый раз такое вижу. Все, погнали. Хотя, вот, могу вызвать машину. Давайте попробуем. Ну, давай, что-то застрято. Котел. Доброе утро, я соберу достаточно давно, чтобы перехватывать новые машины. Нет, это все хорошо, что там можно будет перехватывать, но пока что меня туда не попросим. Котел, как правило, это надолго. А мне хочется изучить... О, там кто-то что-то с кем-то сражается. Мне хочется найти эту старую пау... И правда, вместе с утаром. И они там не одни. Понятно. Видишь, Милу? Надо выжидать момент. Ну что, поохотимся? Интересно, что это за дамочка такая? Вот это, конечно, птичка. Я обиду больно, я понял, уже. Так, куда она там убежала? Так, куда она спрашивает. Так, нужно что-то поживее. Так, кто-то царапкает за нас вроде как? Опа. Этого осталось добить. Этого осталось добить. Так, лечуки у меня кончились. Пора чё-то делать. Ты молодец. Ты тоже. Давай сюда! Ястреб солнца Талана Хан-Падиш. Элой на зло, Нора. Ты убила углебрюха. Спасла Меридиан. Мила мой новый дрозд. Вступила в дом охотников после битвы за шпиль. Она слышала историю о нашей с тобой охоте. Ты отдохни. Но собери лечебные растения для ран. И что привело тебя сюда? Машины на востоке наскучили. Вроде того. Я кое-кого ищу. Охотника Карха. Примерно моих лет. Зовут Амадис. Он ушёл в эти края один уже давно. И пропал. Человек, которого ты ищешь, он тоже охотник из дома? Хех, твои слова задели бы его. Это долгая история. Он из благородных. Встретились в диких землях, когда меня ранили на охоте. Он выходил меня. Помог расправиться с машинами, грозившими деревней рядом. А потом мы... Разделились. Похоже, это не вся история. А, в другой раз. Значит, милу новый дрозд? Ястребы теперь могут брать больше одного? Многое изменилось в доме охотников. Теперь принимают всех, кто хочет обучиться искусству охоты, невзирая на плен. Но всё равно, мой любимый дрозд ты. Стряхнула старую пыль. Как и обещала, став ястребом солнца. Что до милу? Она считает, охота поможет её племени. Кто я, чтобы спорить? В нашу последнюю встречу ты ушла из Меридиана охотиться на смертоносную машину. Да, нашла нескольких загонщиков и убийцу охотников. Ты чувствовала себя непрекаянной? Скучно быть ястребом солнца? Я сбежала из города. Надоело сидеть там и терпеть все эти чиновничьи формальности и ограничения. Но природа помогла мне понять, что дом охотников должен стать не просто залом для трофей. Охотники должны быть защитниками покоя простых граждан, как мой отец и брат. Звучит серьёзно. Бывают ли столь широкие взгляды у других охотников? Бывают. А недовольных вышвырну за дверь. И займусь этим, как только найду Амадиса. Я помогу тебе найти друга. Я понимаю, что тебя привели сюда своей заботой. Но буду рада твоей помощи. Чем он тут занимался? Он потерял близкого человека в красных набегах. И пошёл к месту сражения, чтобы попрощаться. Мы с Милу направлялись туда. Поле битвы рядом. Я могу пойти с вами? Нет. Ступай в каменное эхо, лечись, жди меня и усвой сегодняшний урок. Но боль будет мешать тебе. Ступай. Всем охотникам иногда нужен отдых. Слушаюсь. Это честь для меня. Она справится одна? Конечно. Она мой дрозд. Идём. Поле битвы вон там. Что-то в прошлой части её... В прошлой части игры я её вообще не помню. Пожалуй, так непримечательный персонаж, который как-то возник в истории Элвуи, между Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn. Ну, зашибись, я, конечно, гений. Так, нужно как-то отковырять где-то лечилочки. Да, и давайте ещё, пожалуй, сменим наш лук. Потому что он чё-то вообще ни разу неэффективен, как мне кажется. Так, охотничий лук. Так, это шипомёт нет. Пока нам не нужен морозильный. Конечно, хорошая штука, но... Ну, пока тоже не ахти. Вот это хороший лук. Но он, правда, проседает по показателям, как я смотрю. Нет, давайте всё-таки вот этот. И, возможно, попробуем и спираль сюда воткнуть. Получится или нет? Так, вот какое-то увеличение урона упавшим целям. Увеличение урона от кислоты и скорости его накопления. Так, отбивание брони. Угу. Давайте всё-таки отбивание брони. Эта штука полезная. Так, и нужно выбрать его. Заменим-ка его на морозный наш лук. Так, ну да. Хоть он у меня и синий, но всё-таки... По-дамагу хреновый. Да и, скажем так, стрелы, проще, будет делать. Как мне кажется, ну ладно. А вот и ты. Пошли. Так ты говоришь, это поле боя времён Красных Набегов? Битва горящих цветов. Амадис состоял в армии карты, которая шла назад. Его отряд напал на Денакт, но... Они недооценили силу врага. Это была бойня. Никогда бы не подумала, что ты дружишь с участником Красных Набегов. Нет, он не был одним из тех злодеев. Он пытался остановить атаку, но не успел. С тех пор он вбегал. Думаешь, с ним здесь что-то случилось? Не переживай, мы его найдём. Он обещал прислать мне весточку отсюда. Я ждала, но её всё не было. Вот это поле. Здесь Денакт перебили карху. Похоже, время и погода смыли следы битвы. Но отпечатков ног тут хватает. Похоже, недавних. Посмотрим. Глубокие следы. Похоже, озерам. Не разберёшь, был ли здесь Амадис. Надо осмотреться. Может, визор подскажет. Амадис должен был идти один. Откуда здесь озерам? Оружие карха. Клинок ржавый. Наверное, лежит тут со времён битвы. Костёр для еды. Горел недавно. Кто-то стоял здесь лагерем не меньше ночи. Пахнет интересно. Неглубокие следы. Не озерам. Возможно, карха. Попробую пройти по ним с визором. Талана, похоже, я что-то нашла. Следы ведут в сторону от поля битвы. Веди меня. Не понимаю, зачем Амадису идти дальше на запад? Может, тут есть что-то ещё? Выглядит заброшенным. Интересно, этот смерч может мне нанести дамаг или нет? Как он влияет, интересно. Надеюсь, на врагов ещё. Ну ладно. Утарум. Что он тут делает? Может, он видел Амадиса? Давай спросим. Не бойтесь. Я не из тех, что мстят карха. Просто старый мусорщик, любящий поболтать. Я Лел. А вы, похоже, заблудились. Вообще-то мы кое-кого ищем. Охотника карха. Он путешествует один, а одежда его порядком износилась. Да, он тут был. Разнюхивал про старое поле боя. Хотел узнать, что там случилось. По его счастью, старый Лел много знает. Армия карха угодила прямо в засаду Тенакт. Многие пали. Но некоторых Тенакт угнали на запад. Тот парень хотел узнать, куда. Сказал ему, что слышал о месте под названием Гниль. Что это? Тюрьма Тенакт. Или кладбище Карха. Ну, это как посмотреть. Где это место? Дальше на запад. В землях Тенакт, но это его не напугало. Рядом с полем битвы стоял караван Азерам. Они как раз собирались туда. Он с ними. Они ушли на запад. Гарам. Спасибо, Лел. Нам пора в путь. Хорошей охоты. Пойдем на запад. Гарам. Если найдем караван, найдем Амадиса. Веди. Так, ясно. Подсказочки растут. Надо побольше леченок насобирать, а то мало ли что-то. Ты говорила, что Амадис потерял в битве близкого друга. Думаю, что нафт взяли его пленником? И увели в Гниль? Не знаю. Возможно. Возможно. А здесь что-то интересненькое, я смотрю. Этот зеленец можно обменять на что-нибудь полезное. Прекрасно. Погнали дальше. Вон, на горе. Похоже, там есть иной. Бронезуб. Моис не видит. Мы воспользуемся этим. Ясный подросток. Как в старые добрые. Ни хрена себе, конечно, черепашка. Так, а у меня есть идея. Давай-давай. Иди-ка, иди-ка сюда. Ага, ты уходишь, ясно. Не получится, не получится. Черт, я не тебя хотел призвать. Уйди отсюда. Боже. Так, он что, меня заметил или нет? Ну, вроде ищет. Просто вот эти камни, они его должны заваншотить. Так, я так думаю. А что это у него там? Огонь, что ли, растет? Упс, вот такое бывает. Сразу пол хп снесли. Он сейчас такой ошарашился, что это на него такое прилетело. Давай-давай, иди дальше там туда. Давай-давай. Давай-давай, подходи-подходи. Стрела на готове. А что это он обратно сюда пошел? Засранец. Ладно. Пойдем тогда в обход. А то так можно долго вихлять с ним. Надо чем-то его приманить. Пожалуй, водяная есть. Камни. Точняк, у меня есть камушки. Давай-давай, иди сюда. Прямо ко мне в лапы. Давай-давай. Давай-давай. Одним просто классным ударом. Надо сказать, я заскучилась по охоте с тобой. Идем. Туннель ждет нас. Офигеть. Вот это, конечно, черепашка. Брани зуб. Так, нужно максимально все, что можно с него собрать. Я уверен, что у него тут дофига всяких приколюшек. Хотя бы оторвать с него что-то можно, интересно? Ну, пока что ничего такого не видно. Ладно. Проходик у нас тут. Ну, не сказать бы, что тупик, с одной стороны, тут. Больше ничего. Вернусь в основной туннель. Ага. Хрена с тобой, я там код знаю. А где же его посмотреть-то можно? Неопознанный себе бинал. Не-не-не, давайте посмотрим. Может, где-то тут есть какая-то штукинция? Вот, например. Цветок. Ага. Слушайте, ну тут, в принципе, это-то... Я что-то не вижу пин-кода. А я там вот показываю... А, смотрите-ка, здесь какой-то трупик интересный. Под завалами. Талана, я кое-что нашла. В завалах. Что именно? Азерам. Что там написано? Он был в караване, который проходил тут. Текст обрывается. Наверное, туннель начал осыпаться. А. Но тут ничего не сказано об охотнике Карха. И первый караван прошёл до разрушения. Похоже, они отправились к источнику на той стороне. Значит, не всё потеряно. А есть другой путь. Я не знаю. Горы довольно крутые. Надо найти путь. Спасибо, Элуй, что дошла со мной сюда. Потратила много своего времени. Вот, возьми. Это поможет тебе на охоте. Подожди. Где мне тебя искать, если я найду путь через горы? Я встречусь с Милу в каменном эхо как смогу. Если найдёшь путь, расскажи ей. Ладно. Удачи. И тебе. Кажется, Талана очень беспокоится о друге. Хотела бы я ей помочь. Но пока через эти горы никак не перебраться. Так, перебраться никак. Ну, я так думаю, когда-нибудь у нас появится возможность оседлать крылатую тут местную тварь. И, возможно, вообще тогда перебираться не нужно будет. Достаточно будет просто перелететь. Это, конечно, тема будет вообще бомбовая. Вот. Тут какой-то хребет. О, ясно, ясно, ясно. Куда это всё ведёт? Думаю, даже по квесту, по заданию нам сюда придётся пишет ралить. Как всё очень удачно. Ну, я думаю, то, что уже продолжим в следующей части, ребята. А пока что всем удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!